Меня никто не любит. Я никому не нужен. Никто не хочет мне помочь. Они это делают специально. Они что-то задумали. К нам кто-нибудь приходит, говорит, тебя никто не любит, мы должны расстраиваться и говорить, какой ужас, меня никто не любит. И с этой точки зрения это будет адекватная реакция робота на вход. Мы можем, конечно, устраивать конфронтацию с входящей эмоцией, с входящим высказыванием. Это, наверное, сложная и долгая история. Я своей кандидатской диссертацией занимался эмоциональной речью, моделью эмоциональной речи. И после этого коллеги сказали мне, что отличное приложение для систем эмоциональной речи является как раз разработкой эмоциональных роботов. Это роботы, которые понимают эмоциональную речь и эмоционально отвечают человеку. С одной стороны, студенты выбирают современные статьи по эмоциональной робототехнике, делают хэндауты, рассказывают всем про эти исследования. И потом мы все вместе обсуждаем эти исследования. И обсуждаем мы их с точки зрения возможности приложения на вот такого вот реального робота. А также в рамках курса мы размечаем поведение людей в эмоциональном корпусе. И планируем создать для робота такие вот стратегии реакции на входящую речь, как у обычного человека. Пока рано говорить, пока мы еще не приняли зачет. Иногда после зачета интерес пропадает, а иногда наоборот растет. Это важный рубеж. Ну, это курс не совсем по робототехнике. Лингвисты ведь занимаются естественной коммуникацией. И естественная коммуникация, она не ограничивается речью. Это жесты, взгляды, мимика, передача эмоций. И все это на самом деле является объектом изучения лингвистов. Хорошей темой для приложения всех этих исследований является как раз робототехника. Ну, такая робототехника, которая направлена на поддержание естественной коммуникации с человеком. Это очень простенький робот. Он собран из простых деталей, которые отчасти можно купить, отчасти можно напечатать на принтере. И он специально сделан таким простым, чтобы на его основе можно было внедрять вот эти вот стратегии коммуникативного поведения и оценивать, как его воспринимает человек. Мы ориентировались на мультипликационных персонажей, потому что мультипликационные персонажи, они часто очень не похожи на человека структурой тела. Но, тем не менее, они очаровательно выражают эмоции. Люди часто без ума от мультипликационных персонажей, очень их любят. И нас как раз интересует, что позволяет такому вот мультипликационному персонажу выразить эмоции и создать, спровоцировать такую симпатию. Можно ли это перенести на вот таких вот простых роботов? У нас в отделе, в Курчатовском институте есть много продвинутых роботов, прямоходящих роботов. Они какие-то технологические, сложные. Но нас интересует, как можно заложить вот эти вот стратегии эмоционального поведения в такого робота, который по структуре очень простой. Мы нарисовали глаза разной степени раскрытия и разного поворота относительно вертикальной оси. И потом внутри нашего отдела, широкого отдела, голосовали за те, какие глаза кажутся наиболее нейтральными. Потому что мы хотим сделать робота с точки зрения структуры тела и с точки зрения структуры лица нейтрального так, чтобы он производил впечатление не за счет своего внешнего вида, а за счет тех коммуникативных стратегий, за счет движений, за счет речи, за счет общения. Чтобы мы могли оценивать, какое впечатление он производит. Так что мы нарисовали очень разные глаза. Я, например, голосовал исходно за глаза Джоконды, но оказалось, что у нее очень узкий глаз и такие сейчас не носят. А сейчас, наоборот, модны очень широкие, очень высокие такие глаза с очень широкой щелью. Как, например, у героев аниме, у них вообще такие огромные-огромные круглые глаза, но такие казались менее естественными. Мы попробовали сделать их лицо и глаза максимально нейтральными, но действительно видно, что они все-таки выглядят чуть-чуть женскими. Ну, совсем сильно бороться с этим мы не хотим, хотя, может быть, лицо перерисуем в ближайшее время. При выборе голоса мы выбирали существующие ресурсы и существующие сервисы синтеза голоса. Мы не используем собственный синтез голоса. Мы сейчас используем сервис Яндекса. Спасибо коллегам и моим сокурсникам, которые там работают, которые предоставили эту возможность. Опять же, среди голосов мы пытались выбрать наиболее такой гендерно-нейтральный голос. Не такой глубокий мужской или глубокий женский, а какой-то вот такой вот близкий к голосу тинейджера, чтобы он не производил какого-то такого насыщенного впечатления. Сюда мы его принесли без сенсоров, и сейчас он делает вид, что ничего не делает. Он занят бездействием. Можно ему передавать разные поведенческие события, он тогда изображает вот эти вот поведенческие паттерны, коммуникативные паттерны. В нашей лаборатории с ним можно разговаривать, у него есть камера, которая фиксирует положение лица человека, и тогда он может поворачиваться к лицу входящего человека. И он еще умеет с вами собирать в головоломку танграмм, тогда на столе выкладываются элементы этой головоломки. Отдельная камера следит за тем, какой элемент вы взяли и куда его положили, правильно или нет. И вы можете на роботу программировать разные коммуникативные стратегии. Одобряет он ваше перемещение, ваш ход, или ругает он вас за этот ход. Вот вы можете по-разному настроить как раз вот это вот коммуникативное поведение, а потом приглашать людей и оценить, с каким роботом собирать головоломку приятнее и быстрее. В программном интерфейсе как раз видно, что на робота приходят поведенческие пакеты, и он их последовательно воспроизводит. При бездействии он воспроизводит синие поведенческие пакеты, но если к нему приходит какой-то внешний стимул, то он генерирует пакет в ответ именно на этот стимул и передает его на исполнение. Этот пакет имеет зеленый цвет. Здорово сюда прийти. Он говорит, здорово сюда прийти. А потом, поскольку ему нечего делать, то он опять заполняет свое поведение такими пакетами бездействия. Эти пакеты написаны на языке BML. Это специальный язык Behavior Markup Language, на котором вы можете описать поведение компьютерного агента, как описываете, например, страницу интернета на языке HTML. И роботы при этом действуют как интернет-браузеры. Когда вы заходите на какой-нибудь сайт, вы можете пользоваться разными браузерами. Ваш браузер получает HTML-код страницы и каким-то образом изображает этот код на экране, отрисовывает страницу. И точно так же предполагается, что роботы будут взаимодействовать с программными компонентами. Они будут получать от программных компонентов кусочек описания поведения на языке BML. И потом робот какими-то своими имеющимися у него средствами, ручками, глазками, будет изображать этот пакет. Как браузер отрисовывает страницу, так и робот будет отрисовывать вот это поведение, которое описано на языке BML. Продолжение следует...